Продолжаю ежедневные выпуски моего видеодневничка, начну я с рубрики «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я на материалах публикаций в периодической печати прошлого века рассказываю о том, что творилось на полуострове, как жил полуостров в разные годы века минувшего в этот самый день. Сегодня последний день января, 31 день января, я беру в руки копию первой страницы газеты «Полярная звезда», вышедшей в этот самый день, в 23 году века минувшего. В этот день в «Полярной звезде» было опубликовано обязательное постановление Камчатского губернского революционного комитета номер 300 о воспрещении торговли, ввоза всякого рода спиртных напитков, выгонке самогонки и других суррогатов. Пункт 1. Воспрещается ввоз в пределы Камчатской губернии спирта, вин и прочих содержащих алкоголь напитков, а также и торговля ими. Пункт 2. Воспрещается выгонка самогонки и продажа сули, браги и других одуряющих суррогатов, а также производство приспособлений, аппаратов для выработки этих продуктов. Пункт 3. Все имеющиеся в пределах губернии запасы, а также ввозимые спиртные напитки и всякого рода аппараты винокурения, подлежат конфискации. Пункт 4. Все лица, улеченные в ввозе спиртных напитков и других суррогатов алкоголя, подвергаются в первый раз денежному взысканию от 300 до 1000 рублей золотом или тюремному заключению от 3 до 6 месяцев с принудительными работами. Во второй раз денежному взысканию от 1000 до 10 тысяч рублей золотом или преданию суду по статьям 97 и 140 Уголовного кодекса РСФСР. Пункт 5. Все лица, улеченные в продаже спиртных напитков и спиртосодержащих веществ, подвергаются в первый раз денежному взысканию от 300 до 1000 рублей золотом или тюремному заключению от 3 до 6 месяцев с принудительными работами. Во второй раз денежному взысканию от 1000 до 10 тысяч рублей золотом или преданию суду по статье 139 Уголовного кодекса РСФСР. Пункт 6. Лица, улеченные в выгонке самогонки, браги и других суррогатов и занимающихся производством аппаратов и других приспособлений для выгонки спиртосодержащих веществ, подвергаются в первый раз денежному взысканию от 100 до 400 рублей золотом, тюремному заключению от 2 до 4 месяцев с исполнением принудительных работ. Второй раз денежному взысканию от 500 до 1000 рублей золотом или преданию суду по статье 140 Уголовного кодекса РСФСР. Пункт 7. Все лица, появившиеся в общественных местах и на улице в пьяном виде, будут подвергаться в первый раз денежному взысканию до 25 рублей золотом или принудительным работам от 10 до 20 дней, при проявлении же во второй раз в пьяном виде, будут преданы суду. Борьба с пьянством – хорошая штука. Я ее всесторонне поддерживаю и одобряю. И хорошо, что иногда большевистская власть следовала тенденциям, которые начались еще при законной власти государя-императора. Это был выпуск рубрики «Камчатка. День за днем». 31 день января мы читали газету «Полярная звезда» 1923 года, но выпуск еще не закончен. Выпуск еще не закончен, и мы узнаем о наматывании миль на кардан. Итак, мы приступаем. Узнавайте. У полузабытого, русскоязычного, киноартиста и певца Ртом, в 60-е и 70-е годы жившего в Москве, была строчка «Наматывая мили на кардан». Эту же строчку повторил камчатский поэт Владимир Татауров в своей поэме. Но на самом деле наматывать мили до кардан просто невозможно, потому что кардан находится параллельно дороге, по которой движется автоматический мобиль. Один плохо знающий русский язык, русскоязычный сочинитель сочинил строчку, другой поэт ее повторил, не задумываясь о том, что именно он повторяет. А как же на самом деле движется кардан? Вы хоть развидели это? Давайте посмотрим. Это происходит вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Узнавший о борьбе ранней советской власти с пьянством, алкоголизмом и самогоноварением, А еще узнав о Кардане, мы плавно переходим к любованию столицы Камчатского края. Я вам совсем немножко покажу, как единственный глаз летучего фотоаппарата сверху снял район улицы Солнечной. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня все. Это был последний день января. Мы читали старый документ, мы любовались Петропавловском. Мы узнавали, можно ли намотать мили на кардан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok